Продолжение следует... 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 5 секунд remaining В salvaje미нинг 5 секунд remaining 5 секунд remaining Полминуты имеется вилы гейминг Вот сейчас надо решать загадку Кто же отправиться на мид Будет ли это мушеная на мансеры Как-то не верю я в такие заявления сам Очень прям предельно боевой лайнап Уилл Джинюсис, что ничем на базах Бэтрайдер все-таки, то есть Бэтрайдер на Офлейн, Виномастер в мид Виномастер все-таки муша дает И сейчас посмотрим, как будет Обращаться С ним Сумаил Который надежда, новая надежда Уилл Джинюсис На стабильность, скажем так Мидлейн В прошлом матче как-то толком посмотреть не получилось Ничего, что на меде стоял от Лодиуар Что кого туда не поставят от Лодиуар Все равно там такие интеллекты наворуют И все плохо будет На этот раз Виномастер, что тоже в принципе Не особо лучший вариант, что Виномастер в любом случае Будет вести себя агрессивно, пока он может даже гонять Но я думаю Хочется что-то сейчас посмотрим Так, ну и поехали, дамы и господа Страна Райдент Опять ЛВ Стенден Оу Он же Ахай На Бэтрайдере Отправляясь на оффлейн Муши На Виномастере В мид Тоже Стенден, само собой Ну и Фейм в Рейтскинг В Рейтскинг Саппорт Здесь ДДС На Скайвер от Маги Ну и само собой Ликан Янг Отправляется На свой сейфлейн То есть схема примерно такая же То есть фармит Муши, фармит Ликан На Ликан, конечно, чуть больше надежды в этом матче будет Но опять же будет Бэтрайдер, который должен Как-то с инициацией проблемы решать Ну и признаться В разы впечатляющим В разы более впечатляющий Выглядит лайнап Невал Джеймс Что как-то они На бурстах Могут просто так пытаться Побеждать все эти файты Здесь на всех посмотрели Что вартик здесь поставили Пингуют друг друга Приходит волк Видит всю эту засаду Видит, что там Ичен Что там и Огромак И вообще вся команда Но А засеи, судя по всему, не собираются отказываться Виномастер считает, что его до сих пор не было Видно? Фир прямо-таки выбегает на руну Там второй волк Который избивает Петдин Ну и у Фира неприятности Есть Блэйдфир Его сейчас заставляют его использовать Сайлент сдали, между прочим Стан У Фира проблемы Достаточно серьезные И можно избить просто с руки Дэдфири он вкачал Но так и не нажал Из-за Сайлентса И Физблат Забирает Даже если бы нажал Это вообще абсолютно Ничего бы не изменило Уже после того, как Сайлент сдали Стало ясно, что Джиггернаут не желез Немножко неловкая ситуация Что планировал Фир, что сам перехитрит Но там пока Саппорты его возили с волками Что вроде выходит он Рядом два саппорта Подбирает руну А там вражеская команда Саппортов-то и нет Они там с волками гоняются Бывает такое Выходит муж на мид Собственно на мид Буду обращать пристально внимание Что здесь происходит Был вкачан Военно-мозгил Не самый полезный Если спал на первом уровне Особенно один на один Ситуация Но тем не менее ФБ они там Оформили И в принципе и ладно Батрайдер кстати Забрал ФБ чтобы Батрайдеру вдвойне приятно Что сейчас у него Очень быстро приедет к нему Его транквил бут Бросит паузу Вылетает пак Пинг скачет Но понятно что Стандартные лановские сети Которые Что там Потом выяснят Что одна сеть Вообще на все здание И там Конвенция Это у них ЦС Которая Хотя кто его знает Наверняка тоже Говорить не стоит Сходки и мечи Проблемы сейчас починят И продолжим Заходит обратно Сумаил Гоан Рейзи говорит На хай Ну и давайте Саджимать Го-го Приятно что пауза У нас пока что Очень короткие То есть то что Большие задержки Это еще не так страшно Когда Очень долгие Внутри игровые паузы Когда прям Что вроде Вот все интересно Вот играют Они дерутся А там бах Пауза И все Использует все таки Силой Гэл Муша Видно что атакует Он Сумаил Сумаил понимает Что он на хайграунде Стоит Поэтому не боится Абсолютно И знает что Ноль урона Здесь на Гэлле После начальника 25 на первом уровне Ну и появляется Пользован стинг постепенно То есть сейчас Будет Харас Виномастер 6 крипов Уже имеет 7 крипов У Сумаила Видно что не дает Пуску пак Старается аккуратно Формить Крипов добивает Собственно так И должно происходить Чуть позже Виномастеры Должны будут появляться Варды Варды собственно Уже появились И пока он начнет Постепенно зажимать То есть как бы Не фармил здесь пак Постепенно Виномастер будет Завоевывать здесь Пространство И расставить себе И вижен создаст И вышку начнет плеваться Это просто неизбежно Поэтому Не удивлюсь Если к этому Виномастеру Достаточно быстро Кто-то прибежит Смоки Ну и чем Первый кандидат Правда Бэтрайдер Отправляется Скачать Чена Смотрите Как у него дела Чен ходит Завоевывать Здесь каких-то Крипов Но Бэтрайдер Посмотрел И ушел обратно Ну и кстати Поджимая здесь Бэтрайдер Приходит ППД ППД Пкачано уже Оба скила Второй левел Получил Успел Если у Бэтрайдера Неожиданно стак Или это у Чена Стак Непонятно Все это дело Зафармливается Ждет здесь Огрмак Дает Ахай Ну и расходится То есть как-то Странно встретились Чен Успел по-моему Забрать опыт Со всего этого Хозяйства Что если Убивались сатиром Ну я так понимаю В лес теперь придется Ахай Что на лейне Ему не понравилось Чем вроде бы в лесу Но я так понимаю ППД все-таки Прогоняет Бэтрайдеру Достаточно опасно Было получить Игнайт И стан И еще и Блэдфьюри На лицо Скорее всего Это он уже Просто не переживал А неожиданно выясняется Что Аликам Получил Второй Третий Левел И просто Убежал в лес Это идеальное Просто решение Правда лесом Приходится делить На двоих Но это не проблема То есть здесь КМП обновляется Можно ходить Их фармить Параллельно Фарм Фарм получает Еще и в Рейс Кинг Который Я напомню Инфлейм Это товарищ Который играл У нас В CS Гейминге Который Собственно И начали В Рейс Кинг Вообще Вводить В компетитивную Доту Как раз На наших матчах Мы как раз Смотрели Когда там Были игры Когда CS Гейм Мы смотрели Первые игры И появлялся Там и в Рейс Кинг И снайпер Снайпер Не взлетел Конечно Как прям Компетитивный Герой Но в Рейс Кинг Прям таки Чуть ли не целый год С этим Рейс Кингом Играли Да вроде Как раз В районе Весны Это и было Что То ли Вестерн Челлендж Был То ли Что-то Еще Такое Любопытное Хотя Какой же Вестерн Если это CS Который взят Ладно Не важно Голд форми Говорит Лекан Получается Подряд От Чена Чен дает Прокасты Помогает Здесь Конкасси Отличный блок От DC Убийца Об нейтралов Сатир Помогает Того как Ты просто Походя Берет Убивает Рядом Ходит Мфм Получает Стомп От Кентавра Дает В ответ Свой Бласт И бежать Продолжается Погоня У Чена Огромнейшая Армия Видно Что Аой Все-таки Использует Новые Обретенные Способности Чена Что Крипов Теперь Можно забирать Двоих Аж На третьем На четвертом Левеле Так А здесь Кстати Остался Здесь Юниверс Юниверс Начинает Сразу Моментально Объяснять Появляется Бэтрайдер И убивает На троих Сообразили Убивает Кентавра На медиа Тем временем 22-10 Счет По Келепам У Муша 21 на 5 У Самаила Видно Что Наравнее Идут Нос к носу Так Рамка Опять Спасибо Тем Кто Сообщил Мне Господа Я К сожалению Если комментирую То чат Я не всегда Могу смотреть Поэтому Извиняйте Уж Прошу Понять Простить Так Стан Бам Бам Ну и похоже На этом Все закончится Теперь у Пиди У самого Неприятности Рядом Кентавра Правда От Кентавра Все в разные Стороны Разбежались Чен пытается Всех обрабатывать Своими Крепами Все в крипах Запутались Чен начинает Обмазывать Напалмом Чен сам Пытается Вращаться В разные Стороны Но под Напалмом Сделать Это достаточно Сложно Поэтому Чен У нее имеется И крипов Этих С удовольствием Формят Сейчас Элли Гейминг Три стака Там На сатире За сатиром Погнался Инфлейм И в итоге Сейчас Сам Получит Потому что Возвращается Обратно К Пиди У Инфлейма Огромнейш Неприятности И так Он и погибает Пожадничал Призывает Обратно К себе Ау и сатирам По новой схеме Ну я так понимаю Огур отсюда Снизу Вообще Не будет Сходить То есть То что На миде Происходит Это вроде бы Пусть оно и происходит Здесь правда Бэтрайдер Обходит пака У пака Вот как раз Проблемки сейчас Бэтрайдер Правда Ман Не хватает Абсолютно На его ультимейт На паке Вроде тикает яд Но тикает Пока что Не настолько критично Что Пак вроде бы Живет Четыре зарядностики Если что есть Можно спрятаться Пак действительно Выживает Моментально Наплевывается Тауэр вардами И сразу же Можно здесь Устраивать Прямо таки Осаду Варды уже Четвертого левела Второго уровня Пассивка Польза стинга То есть Варды поплевывают Больно Неприятное Замедление Одним словом Беда Ну афера на фрифарм 52 53 Лосхитового эфера Продолжает резать Скрипов Полторы тысячи У него имеется Большой вопрос Что он будет Делать здесь С этим фармом К ним прилетает Эмфейм Который Решит что все таки Лейн надо отдавать Ликан Ликан собственно Лейн начинает пушить А здесь как раз Ультимейт успеет Ликан Врейскинг получить Ну собственно Вот он Свой ультимейт И получает Теперь осталось Скаврался Только ультимейт Накопить Тогда все будет Просто замечательно Так На что его Джениус несут А не себе Смог Дримкойл готов Самаил Самаил седьмого Левелом Готов Своей Дримкойл Даже потратили То есть в принципе Это того стоило В том плане Что я думаю Должны быть довольны Сейчас ЛВ Что хоть и долгий Кулдаун Но в то же время У меня слышь Сейчас тоже не будет Не будет стампиды И можно ломать Тот же самый мид Вот мид например Ломать сковоротмаг Странно что не виномастер Но виномастер Тем временем Перемещается в район топа Что один тавер Он сломал время Ломать второй Плюс он понимает Что здесь чен Своя армия ходит То есть надо будет Защищать свою вышку Поэтому уши приходят на топ И вышка дефает Полтысячи всего лишь Йенерс Блинком там не пахнет Ну давайте посмотрим По нетворцу Вот так примерно Лекан доделает Доделал уже себе Владмир Софринг Виномастер С мидасом неожиданно То есть Я так понимаю Просто купить и гоним Будет нажимать кнопочку В тимфайтах В принципе этого должно Хватать То есть Бурсты есть У Элла Джиннис Но если бурсты Они не успеют сдать Виномастер Виномастер все-таки Нажмет свой ультимейт Будет больно То есть это аганим Это тот же самый Вэлла в дискорд И Он уже станет Очень неприятным А там глядишь Что-то еще любопытно Появится у него То есть Не удивлюсь Если еще Что-то занятное Придумает Продолжает перемещаться Саппорт Илла Джиннис Видно Что в этой гляне Максимальную активность Пытается проявлять Пока что Это не настолько Действительно Здесь кстати Избивает Так Полетает пак Ставит дремкоил Дает им сайленс Там сейчас саппорт Заодно придут У пака огромное Неприятно Что с ума прилетел Вроде бы спас своего друга Все встали на дремкоил Но дремкоил Как-то свой эффект Не возымел Теперь стампит На всех крипов На себя принимает Всю Ахайю Ну и флэм здесь Тоже погибнет В принципе Ликан правда приходит Там все застряли Там варды Огромная куча крипов Как бы сейчас Ликану не достало здесь Ликан убегает Просто съедает чена И виномастер Помогает еще Вэнму с гейлом Огромная проблема Надо варт Меня перенаправить Но я так понимаю Виномастер там Есть чем заняться В принципе нет Особо он там Ходит варды Свои плюет Сетка получает янг Получает стан Рядом еще фир Фир можно просто убить Где виномастер? Вон он виномастер Ну и все Фир убили Нет он с омнислэшем Еще и сам убивает виномастер Но он наконец-то погибает сам Немножко абсурдная Стычка произошла здесь Но я думаю Довольна должна быть сейчас Элли гейминг Что 3000 Они сняли Д400 подарили Ну и в итоге Достаточно равный Оказалось Стимфайт Что две сотни Две сотни золота Пять сосен по опыту Батрайдер с блинком Ультимейт сейчас отлипнет Время кого отловить Здесь рядом Крутится Юниверс Как раз он ждет Когда покажется Скайверт Маг Так видно Влетает на Юниверс Моментально ему Сален сдают Если Миссис Клэр На Миссис Клэр Просто манны не хватает Вот эта проблема Что даже стика нет У Скайверт Мага Пытается отпеваться Юниверс Но Увы последний Аркенболд Сбивает Как-то с манной Надо решить Проблемы сейчас Что видно Даже Клэр Летает Ют Тахая Скайверт Мага Просто надо отправлять На базу Ну и на Мастера Есть уже Пойнт Бустер То есть Время не зря Не теряет Муша Муша поджимает Здесь на топе Рядом Постоянно Круют сферу Которая есть Хеллингвард И есть его Персеверенс Который с манной Помогает решить Проблемы Но все-таки Через эти ворды Он никак не продерется Муша отправляется Здесь можно Расплевать ворды Чтобы все подходы Прикрыть На случай Если придет Чен И Чен кстати Действительно приходит Опять Миллион крипов Что достаточно страшно Это верлигейм Все-таки Когда в этом Застревает Полкоманда Что не пройти Там просто не проехать Топает кентавры Сетки летят Троллей И все в таком духе Так большой вопрос Где пак Пак просто джанглит Полторы тысячи У нее имеется То есть как можно Быстрее Нужен блинг И потом уже Пора будет бежать Надо будет нападать А Чену Желательно сейчас Остепениться И попробовать Собрать как можно Быстрее мека Армию свою он водит Этой армией Можно попробовать Даже стакать кемпы Насколько я помню Вау С этим все нормально И чем быстрее Появится мека Тем будет выгнеть Для его команды Можно будет собираться И просто ломать То есть все в пятером Они если будут В два блинка Которые достаточно быстро Появятся Две-три минуты Спокойного времени Надо его джанглит И будут они готовы Куда-то набегать Куда-то На кого-то нападать Но как я понимаю Этого времени У них сейчас просто не будет Хотя Идут скелеты Идет ППД Идут искать Ликана Ликана Конечно же Находит Успеет забрать Аегис То есть летает Нападает Тем параллельно Кстати нашли У Беликен Таура Который пытался Здесь влетать Ликан конечно же Потеряет свой Аегис Но это не страшно Абсолютно Здесь кстати всех Крипов на себя Призывает Чен И вот это небольшая Проблема для Бэтрайдера Который полетел Помогать Встает обратно Ликан Здесь сразу же Минус Бэтрайдер СМС застрял на Клиффе Но Янг бежает Ну и поменяли В принципе Афлейнера на Афлейнера Самое главное Что Рошана добили Опыт с него достался Ликану Достал золото команде И пока это происходило Муж вообще внимания Ни на что не обращал Он так стоит На топе И этот топ уже доламывает Конечно получается Не так быстро Как хотелось бы Но Фарм идет Кусочки Аганима появляются К нему особо Никого не приводит Понимая что Гангс Виномастер Не самая лучшая идея Что он там Нажмет Успеет Свою пользу Но будет больно Мало ли кто-то Еще рядом окажется Так еще и Можно Неожиданно Двоих потерять Двоих-троих Такое тоже бывает Ну и вот он наконец Блинку с Маилом Но Кентару Проблемы с Блинком Стали После того как его убили Ну и надо Бежать скорее На топ Так ППД Видите здесь Битрайдер Битрайдер Отпрыгивает Тауэр надо попробовать Подонять Как бы здесь не попался На этом ППД Но нет Муж просто эвакуируется То есть Вышку отдают То есть Даже если Доняет Да в принципе И бог с ней С этой вышкой Главное Здесь Мап-контроль Ликану Буквально минуту Доделать Третий рецепт На некрономикнов Смотрю я на Энфлейм Вот думаю Купил он себе Хелм Фаренвилл Я так понимаю Все таки Нет Все таки Докупает он Целиком Свою армлет И несет Вообще Учитывая как все Происходит Не так уж Все и плохо Сейчас Не так уж Плохи дела Да и в принципе Даже отлично Я бы сказал Дела у Гейминг Что 6-7 тысяч У них По нету Урса имеется По опыту Не так много То есть По опыту Где-то Чуть меньше Двух с половиной тысяч Но Тем не менее Приемлемо Поэтому Можно сделать И армлет И еще и на Блинка он успеет накопить Собственно Я думаю Что потребуется Какая-то Агрессия сейчас С него Что надо Влетать Вбегать Но с другой стороны Для этого У них есть Бэтрайдер Ну а Ликану С Фрейс Кингом Останется просто Бежать рубить Это не так сложно Вот он армлет И сейчас параллельно Должен появляться Аганим Появляться Должна вторая Поезд нового Которая в принципе Уже есть Муша держится Очень аккуратно Ну и у него Здесь видно Что война с Ченом Что здесь Прям Планс Версу зомбис Все Ликан приходит К вышке Начинает вышку Сгрызать О господи Сгрызать Как-то я Похоже уже Чувствую под утро У нас совсем интересно Будут касты Ебогу что У нас еще целая серия Еще целый Бестов 3 Пока уж Не совсем понятно Что с этим Бестов 3 произойдет Плюс Все эти задержки Я думаю Я совсем С ума сойду Под конец Но Ничего Ну и тару В итоге забрал Ликан То есть Аккуратно Привел Некров Притом Сами все Разбежались Разлетелись Уже во все стороны Но Тир 2 Просто Отдают Иллджинюс На ровном месте Возможно Не стоило бы Этого делать Но боялись Что будут Все таки Драться с ними Сейчас Забираю Чен крипов Опять своих Ну а раз Такие-то ураем Дарят Что здесь Прям Благотворительностью Занимать Илджинюс В этом плане То можно В принципе И дальше Пойти 40 секунд Кулдаун Пока что На некрономиконах Взывается Волки Просто показывает Ихликан Что вроде как Обозначил Пуша Вроде и Ждут на кого Бэтрайдер Собственно Боится Сейчас Илджинюс Не просто Так они жмутся Так Волк ходит Дает вижен Прекрасно Все видно Так Бэтрайдер На него Влетает Смейл Дает ему Самому Сайленс Здесь Ворды Дримку Не попадает Разгоняется Кентавр Бэтрайдер Там неприятность Но Виномастер Просто жмет Свой ультимейт Кстати На кого попал На кого не попал На фира Попала Вроде бы Аганим На свой успел Получить Самое главное Ну и теперь Задача Просто идти И сбивать Всех Кто здесь Остался Убивает фира Убивает ауи Ну и пак Уходит Трипл килл Для лекана То есть Потеряли Троих Но тем не менее Размен Три в три И размен Как я понимаю Достаточно Положительнее Для элли Гейминг Что у них Два Райт кликера Все таки Все себе Забрали Смотрим Пайт рекап Видно Что есть Три 700 Не по деньгам Им выгоднее Оказалось это Что убили Ани Джиггернаут Наконец Ну и сейчас Еще и Тауэр Забрали И только Только сейчас Появляется Блинк у Кентавра Вот как раз Был бы блинк В прошлой драке Возможно Что-то было бы Любопытнее Но Увы ЛВ вроде бы Чувствует себя уверенно То есть Аккуратно пришли Забрали еще один Тауэр И можно продолжать Такие вот аккуратные Пуши я думаю Станут Залогом всей игры Для них Что уже 7500 У них здесь Здесь пока что По опыту Все не так и здорово То есть По опыту Так продолжается У них Ну не то чтобы Проблемы Просто застопорятся Развитием И вот он Артефакт Наконец-то У Энфлейма Я думаю С этого С этого момента Сейчас Начнутся сложности У Велогениус Хотя в принципе У них уже сложности Если уж На частоту То Пока что Расчищает свой лес Прогоняет всех Бежит Фира У Фира нет Ультимейта Про это не знает Абсолютно Муша Он Понятия не имеет Сколько там Кулдаун Ну точнее Не то что не имеет Не может Помнить Во сколько точно Был использован Скажем так У нас в мою Пока что Диварс Помогает Так что будет дальше До Рошана Еще долго То есть на топе Надо В принципе Обосновались ЛВ Я думаю Их устраивает Эта ситуация Сейчас несут Они Блэкин Бар Блинк уже получил Свой Рейс Кинг И в принципе Все готово То есть сейчас Можно прям Чуть ли не финальный Пуш устроить Сломать Сир 2 Если будут пытаться Драться за него Йелло Джинниус Там уже Можно будет Сходить с ситуацией Но Если отдадут им Тир 2 То можно будет И Рошана Подождать В принципе Торопиться Прямо-таки До хайграунда Бежать Все-таки Не стоит Ну или концы На мастером На пару Помогает им Еще и Скавер Отмаг Приближается К Тауру Ну и Таура Можно здесь Заплевывать Что Во все стороны Варды Вышка падает Просто моментально Ну и что буду делать Сейчас Илл Джинниус То есть С одной стороны Надо бежать на базу А с другой стороны Они понимают Что у них Весь лес Сейчас фармится Лес обезопасивает Надо Впитером Всем Выбегать Я не меняюсь Это единственный Правильный выбор Потому что На этой стороне Карты Делать Вообще Абсолютно Нечего Сейчас Так Пора Лететь на базу Потому что Начинается Что-то Непонятно Ставит Паузу Нажимает Паузу Муши Жалусь Жалусь Муши Что у нее Компьютер Просто автоматически Сворачивает Доту Ну, я думаю, сейчас уже продолжим Гогол Бэтрайдер готов уже прям так степлять Видно, что летит уже Фаерфлай у него включен И хоть кого Превращается Ликан в Волк Пытался там схватить Пак как раз Ликан Ликан Бэтрайдер Юниус забежал, влетел Юниус моментально просто погибает Муша подождал, пока подойдет поближе Фира Нажимает на него ультимейт Вышка падает У Фира огромная неприятность Получает, что он криты там чуть ли не на пол хп Фира успевает отправить на базу Ну и на базе он вроде как живет На базе жить он будет еще некоторое время Учитывая, что надо перехилить весь этот яд Ну и пока это происходило Убили Пака и доломают бараки Все живы со стороны ЛВ Гейминг Двоих они убили Ну и продолжает дальше Находят ППД ППД убивает Выходит Фира У него нет ультимейта Он в рукопашную вроде как не очень хочет Встречаться с Ликаном и Врейс Кингом Все, сторона сломана Надо уходить Гуд геймл плейт говорит ППД в принципе и так Все понятно, друзья 2-0 2-0 у нас побеждает ЛВ Гейминг То есть приехали Привезли с собой Два экстенденов Ну и с двумя стенденами В принципе играет Йелл Джинниус Ну сложно назвать стенденами Что вроде как официально в состав Их собираются вписывать Но тем не менее ЛВ Гейминг Покажет себя Прямо таки зарекомендовали ЛВ Гейминг Таким образом У нас будут играть завтра Ну а сейчас Следующий матч у нас Будет лузер Лузер Брайки То есть опять будем смотреть Ивл Джинниус На этот раз против Команды Сидек Пока небольшой перерыв Пока они там сейчас будут Пересаживаться Как я поменяю Надо будет поменять Просто ЛВ На Сидек Пересадить их В любом случае Давайте ждать Спасибо за просмотр